Восьмого сентября брачане, как и все жители Иркутской области, будут выбирать депутатов законодательного собрания. Кроме партии, брачане станут голосовать за кандидатов-одномандатников. Братск входит в два избирательных округа. Мы решили встретиться с кандидатами одного из них, а именно девятого, и выяснить, зачем они идут в законодательное собрание, какие вопросы намерены там решать и что с этого Братску. Олейник Александр Михайлович. Родился 22 июня 1981 года. Образование высшее. Директор строительной компании «Инстрой». Выдвинут региональным отделением партии «Гражданская платформа». Александр Олейник встретил нас на одном из своих предприятий. Здесь производят так называемые мобильные дома. В ближайшее время, рассказывает предприниматель, из таких сэндвич-панелей в труднодоступных местах можно будет возводить детские сады. Но не в Братске и даже не в Братском районе. Открыто говорит, время больших строек в Братске прошло. Вряд ли сейчас стоит спекулировать на этой теме. Не стоит ждать, что отток населения из города прекратится. Нужно просто решать насущные проблемы и делать жизнь брачан лучше, пока отсюда все не уехали. В частности, «Гражданская платформа» ратует за создание при каждом дворе особых детских центров шаговой доступности, где подрастающее поколение могло бы заниматься спортом или искусством. В определении главной проблемы города Александр Олейник не оригинален – экология. Но улучшить экологическую обстановку в Братске вряд ли получится в ближайшее время, открыто заявляет кандидат. Как опытный строитель понимает, нужно для начала заложить прочный фундамент, в том числе и на уровне областной законодательной власти. Зависит все от того, насколько сформируется команда, которая будет работать на благо города, на уровне муниципалитета, на уровне субъекта федерации, на уровне федеральном. Если получится, то есть шансы, что заработает какая-то программа решения этой проблемы, пойдут инвестиции. И эволюционным методом этот вопрос в течение 5-10 лет разрешится. Любинков Георгий Александрович. Родился 9 октября 1961 года. Образование высшее. Депутат Думы Братска. Директор компании «Элегант Логика». Выдвинут региональным отделением партии ЛДПР. Георгий Любинков – один из самых опытных политиков, с которым нам довелось встретиться. Депутат городской думы принял нас на своем округе, на улице Советской. В некотором роде символично. В свое время Любинков был одним из известных в городе комсомольских активистов. Состоял в КПСС. О коммунистах тех лет вспоминает с теплотой. Люди-созидатели, в отличие от многих нынешних. Говорит, что свою жизнь без Братска вообще не представляет. Предки Георгия Любинкова жили еще в старом Братске. Его дети тоже здесь живут. Проблем в городе масса, но и решать их нужно самим Братчанам, уверен кандидат. И все беды Братские от неразвитой экономики. Развивать ее кандидат намерен на уровне областного парламента. Ведь раньше была форма такая территориально-производственного комплекса. И тогда был Братск-Устилимский территориально-производственный комплекс. Так вот, что-то вроде этого, таких программ по развитию города Братска, я иду туда решать. Если мы успешно решим вопросы экономики, развития, то тогда мы все остальные бюджетные вопросы, все проблемы. И, опять же, и дошкольного образования, и медицины, и прочего-прочего благоустройства, они мы все их решим. Комендровская Юлия Геннадьевна. Родилась 24 июня 1975 года. Образование высшее. Декан факультета заочного обучения Братского филиала Байкальского государственного университета экономики и права. Выдвинутый региональным отделением партии «Справедливая Россия». Будучи и преподавателем, и деканом в университете, в публичной среде не чувствуют себя скованно. Общаясь с молодежью, рассказывает Юлия Комендровская, понимаешь, что перспективные молодые люди вполне обоснованно стремятся уехать из Братска. Но, тем не менее, потенциал у города есть. Ему мешает раскрыться, в том числе и несправедливое распределение налоговых выплат. Неправильно, когда город, производя продукцию на сотни миллиардов рублей, с этой прибыли имеет в виде налогов всего 1%. И это официальная статистика местных чиновников. Для того, чтобы это исправить, первые шаги необходимо делать как раз на уровне субъекта федерации, то есть в областном парламенте. Можно на уровне законодательного собрания выступить с инициативой, принять закон, который будет способствовать перераспределению бюджета. Все прекрасно знаем, что Братск входит в пятерку самых грязных городов России. Если в 2005 году 100% всех так называемых экологических поступлений оставались в местном бюджете, в городе Братске, то уже в 2009 всего лишь 40% и 60% уходило в федеральный бюджет. Конечно же, это несправедливо и так не должно быть. Поэтому основное решение проблемы – это изменение принципа формирования налоговых поступлений, налоговых доходов. Будет решена эта проблема, и она будет способствовать решению многих других проблем города Братска. Гаврин Вадим Юрьевич. Родился 16 сентября 1966 года. Образование среднепрофессиональное. Председатель Федерации горнолыжного спорта и сноуборда Иркутской области. Выдвинут региональным отделением партии «Умная Россия». «Много говорить не привык, привык действовать», – так о себе заявил сам Вадим Гаврин. К сожалению, с ним самим нам встретиться не удалось. Будучи председателем спортивной федерации и по совместительству тренером по горнолыжному спорту, в настоящее время с воспитанниками находятся на учебно-тренировочных сборах на Байкале. Из спорта в большую политику регионального масштаба его толкнуло ужасающее, по его словам, состояние спорта не только в Братске, но и во всей Иркутской области. Спорт, заявил нам, кандидат умирает. Если профессиональный спорт еще худо-бедно в области поддерживает существование, то спорт массовый в полном упадке. Именно в развитии массового, в том числе детского спорта, Вадим Гаврин видит одно из решений проблем оттока населения из Братска и слабого экономического развития. Я болею вообще за весь спорт. В Братске за весь вообще абсолютно. То есть связано с тем, что хоккейные коробки в моем детстве были в каждом микрорайоне. Каждый член семьи, полностью семьей ребенок мог пойти кататься на этом корте. Были инструктора, которые ходили в этих хоккейных кортах и занимались детьми, как связано с хоккеем, обучением катания на коньках. Спортивные площадки при муниципальном учреждении очень ужасном состоянии. То есть я как бы даже прошелся по нескольким школам, то есть допустим свою родную 35-ю школу, да. Это просто ужас. Просто полный хаос. Можно создать отдельную учреждение, которое будет заниматься именно дворовым спортом, дворовым. Детики могут свободно приходить к любому ребенку, может заниматься, играть в футбол, в баскетбол, в волейбол, чтобы эта площадка был инструктор. К сожалению, из семи кандидатов со съемочной группой телекомпании «Город» изъявили желание побеседовать всего четверо. Остальные отказались. В семье Сергея Гришина во время подготовки материала произошло несчастье, и мы не сочли нужным беспокоить кандидата от «Единой России». Самовыдвиженец Андрей Антоненков, известный в городе блогер, поначалу с энтузиазмом отнесся к идее со съемками, но потом внезапно передумал, не объяснив причин. А коммунист Константин Полосин всю неделю под разными предлогами оттягивал дату съемок. Видимо, депутатские планы пока не идут. Дальше регулярные смены баннеров, а кроме уголовных дел в прошлом похвастаться особо нечем. Андрей Васильев, Руслан Сидорович, телекомпания «Город».